Европейский комиссар Вивьен Рейзинг предлагает на правах наблюдателя делегировать представителей Европейской комиссии в двустороннюю рабочую группу экспертов Литвы и Австрии, расследующую обстоятельства освобождения Михаила Головатова. Рабочая группа, состоящая из представителей двух стран, в предстоящий четверг встретятся в Австрии. Сегодня СЕИМ посетила инициативная группа из Калининграда, стремящаяся провести референдум по поводу строительства новой электростанции. Члены группы вместе с представителями Литвы дискутировали на тему безопасности энергетики, а также представили проблематику уже начавшегося строительства атомной станции. Благодаря инициативе вильнюсского мэра Артура Созокоса с сегодняшнего дня в столице отменен прежний порядок посадки пассажиров, троллейбусов и автобусов. Теперь жители смогут зайти и выйти из общественного транспорта через любые двери. В этом году на обновление, строительство и реконструкцию 93 образовательных учреждений будет выделено 115 миллионов литов, почти на 70 миллионов меньше, чем в прошлом году, когда средства были распределены между 150 учреждениями. Причина этого – уменьшившееся финансирование Европейского Союза. Вчера вечером в Литву вернули спортсмены, принимавшие участие в 11-м Европейском молодежном олимпийском фестивале. Они привезли из Турции 10 медалей – 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзы. В общекомандном зачете по количеству медалей Литва заняла почетное 10-е место. Продолжение следует...